Люди с активной жизненной позиции – наш золотой фонд. С этими словами депутата Донского парламента Максима Щеблыкина согласится каждый. Поддерживая добрые инициативы своих избирателей, Максим Иванович принял решение поблагодарить активных общественников и оформил для них подписку на нашу газету до конца года. Генеральный директор, хорошо зарекомендовавший себя в Новошахтинской строительной компании «Дон КПД» Николай Коробченко, рассказывает нашим читателям о ходе строительства нового микрорайона номер 2. Всем, кто трудится в сфере жилищно-коммунального хозяйства, посвящено интервью заместителя главы администрации Михаила Владимировича Солоницына. Безусловно, нашим читателям будет интересно узнать, какие программы призваны улучшить ситуацию в сфере ЖКХ. Разрабатываются сегодня администрации и городом. 17 марта в стране отмечают День работников коммунального хозяйства, и мы поздравляем коммунальщиков города с их профессиональным праздником. Внимание автомобилистов, безусловно, привлечет статья начальника отдела МВД России по городу Новошахтинску Андрея Хабахова. Тонировка. Есть вопросы? Мы поздравляем Андрея Ильича с творческим дебютом на страницах нашей газеты и считаем, что постоянный диалог руководителя отдела МВД с населением дает свои положительные результаты. Большую полемику, безусловно, вызовут заметки предпринимателя Сергея Мащенко. Каждый голос решающий. Прочитайте, и вы поймете, почему очень важно пойти на выборы, которые состоятся в нашем городе уже скоро, 8 сентября 2013 года. Продолжается СМС-акция «Ориентира», и сегодня мы знакомим новошахтинцев с очаровательной Еленой Шопен, девушкой, которая за месяц прислала больше всех СМС-сообщений на наш номер 8 952 583 07 81. Напоминаем, вы отправляете, а мы публикуем СМС совершенно бесплатно. Мы благодарны всем читателям нашей газеты, которые откликнулись на призыв о сотрудничестве и присылают нам свои статьи, заметки, письма. В этом номере вы прочитаете интересный материал отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей. Не быть пивнушком возле школ, а также письма о библиотеках имени Чехова и Гайдара. Читайте, выписывайте ориентир 10, держите руку на пульсе жизни города.